Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Все остальное абсолютно неважно и бессмысленно, интересно, но наверняка притягиваем к себе внимание и всех очень интересует, чем мы, собственно, занимаемся, интересно, будет ли это кого-то беспокоить? Начинаем, как обычно, мысли все из головы выпали, стоило только начать. Забавно, кстати, как отсеиваются лишние слова сразу, которые задерживают процесс изложения мысли. То есть вот я гонюсь за ней, я всякие там водные, писать неохота, надо будет прекратить водоохранники. Нина разговаривает и нас хотят отсюда вывезти. Зачем? Что плохого мы сделали, ведь это не незаконно и прочее. Нас приглашают пойти в кафе и грозят. Сказали писать стоя. То есть мы мешаем им, когда мы сидим. Это запрещено. Нужно разрешение администратора. Меня начали посещать страх и боязнь. Все очень агрессивно и настроено очень скептически. Какая им разница? Мы ведем себя тихо и мирно. Просто пишем, а их это злит. Люди, блеск, эскалатор, угол, разговоры невнятные. Музыка, музыка легкая, ненавязчивая. Блеск, блеск. Опять этот блеск в глазах. Странное ощущение. Все движется, все вертится. Меня не зовет сейчас. Чешется левая ладошка. Деньги. Да-да, и где же они? Эти приметы, а ты в долгах. А ладошка, в скобочках, левая, все чешется. Где же мой большой куш? И шутки лезут в голову дурацкие, но не оформленные стук каблуков. Шаги, шаги, шаги. Ноги, ноги, ботинки. Кафель, как Нина сказала, как в туалете. Достаточно. А не живем в сегодняшнем дне. А когда вот такие происходят моменты, вот так вот сейчас, мы живем исключительно свой момент, не свой мышцы днем. Фиксируем все, что происходит вокруг нее, внутри, снаружи. Керк, седми, с лужами, в ногах, в мышцах, в голове. Фич, дай, забирайся. А как? Продолжение следует... 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 Но мы же не боимся ничего, мы продолжаем... Сейчас наверняка будет какая-то конфликтная ситуация, прибежит охрана... И на самом деле это выглядит очень забавно, потому что висит вокруг это мясо, эти лица такие... В этой куче мяса вокруг меня есть нечто такое пикантное... Но мы не отвлекаемся, мы не должны отвлекаться... Вопросительный взгляд... Я иду, срываю груши... Что за дьявол? Это уши... Харм с какой-то полезами... Груши слева от меня... Овощи и фрукты... Какие-то скандалы... Говорят, что мы какие-то черти какие-то... Ха-ха-ха-ха... Без рук, пожалуйста... Без рук, без рук... Ребята, без рук... Нас очень забавно... Нас впихают руками просто... Вот это да... Меня не ждало такого киши... Нет... 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 Кто же слабодит? Дорогие друзья, все знают, что уголок классности в гайд-парке это место, где любой может встать на возвышение и высказать все, что он думает на любую наболевшую тему. Поэтому мы предлагаем вам найти бумажку и записать от лица, где вы считаете нужным такие ящики поместить и где бы вы могли сказать все, что вы думаете. Спасибо. Он же слабодит, правда? 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 Ну он же свободен, правда? Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok Диму Торзок Дима Торзок Дима Торзок По-моему, да Или Масковку Или еще что-то Все это буквально происходит за считанные минуты Было здесь Хорост Даже жалко конечно растения Нужно, чтобы Чтобы дети, все массы, видели, как стояли, где и как обороняли рубежи наши солдаты. Что это все? Вы что-то не принимаете в этом подобрании. Что за бардак? Придут мальчики с баллончиками и напишут такую фигню. Будет это весело. Хоть бы написали, где, что, кто там воевал, если бы какое-нибудь имя нашли бы туда, может быть, там зашевелились бы какое-нибудь место самоуправления. Какой-нибудь там герой Советского Союза был. Ты кто там это? А так это бесполезно. Дяденьки сюда придут, они вот все благородят, скамейщики поставят, дяденьки придут, пивка ночью попьют, бутылочку бросят, и будет весело. Дяденьки сюда не поставишь охрану какую-нибудь, чтобы ей нужно... Детишко повечеряться, да. Это бесполезно, к сожалению. Не думаю, что это интересно там может быть. Сейчас пока вот она открыта, да, вот так. Сейчас будет на руку сейчас сходить. Ну, неделю-две-три еще походим. Ну, все к этому прыгают, по трамваю, да. Все-то, и... Ну, не забудется вся эта тема. К сожалению, это правда жизни тоже. Девушки отдыхают... Кстати, слышишь? Я вот как-то ходил, когда на праздник, там это, администрация, в муськоринг, а, говоришь, что якобы там это... Пенски вообще? Пенски. Пенски. И типа зенитчатые или кто-нибудь, ПО-шники стали, и у них там эти МГ-ки стояли. Отчего? Могло бы что за тратрофейные МГ-ки могли стоять? Нет моря огонь оттуда? Нет, портопровод Да? Да Хорошо Хорошо Это просто икризис Валфинс 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 Слушай, я потеряю перчатки Смотри Валфинс Валфинс Ваши товарика Не-не-не-не Это винтовочки 762 Это кресочки маленькие Нет, это 762 Это маленький бодок Нет, это 762 Понимаешь, что в рестрахмах немного больше бодок Нет, это винтовочки 762 Производство я Сниму Поддержи руках Прям вот руках Прям вот на одном месте Нет, на одном месте Давай Хорошо Сейчас пойдем Вот Давайте Что Что Страховать? Что Будут За все что угодно Например, домушники Дома Ручки собирают Ты там Кривую пасту поставил Все Половину денег сняли И Не получишь Никогда Этих денег Строители приезжают Сюда Бедненькие Десмыкаются По лесам Ночью Делать будет нечего Вот Пройдите Не каждую Ночь Там Поляна Когда Вот Народ Меньше Гулять Всего Они Бедные Берут Полителен Накроются Полителен И спят Нажать Много А Работают Они По 12 часов Извини меня И Что они Получают 500 Рублей Им Домой Нужно Отправить Здесь Нужно Ментам Нужно Денег И Что У них Останется Они Купят Дом Нормально На палатку Денег У меня Лет 5 Уже Здесь Второй Вытанстве Там Зиму Девчон Здравствуйте Сегодня Мы Ведем Репортаж От Унициального Соружения Собственного Бункера Гитлера Который Нечаянно Нашел В Петербурге Самом Туршино Там Памятник Взят Под охрану Владимира Путина Немцы Памятник First Туршино Ci Нам Это Хаты Вы Я Я Закопаю Закопаю А Как вы думаете Что будет здесь потом, когда тут откопают в этом месте? Ну, может быть, устроят мемориальную зону, как обычно делают. То есть проложатся, открыт, дорожку сюда, может быть, цивилизованную. Поставят новые таблички, потому что эти довременности есть. Вот. И будут сюда приводить ребят из соседних школ. Показывают, что у нас такое есть. Показывают про фактификацию в прессоре. Достанет честью парка инфекционистов, да? Может быть, в принципе, все возможно. А может быть, он так и останется просто отстоятельно. Во всяком случае, тут люди уже будут видеть его, проходя по дороге, прочитают, что это такое. И будут помнить о героических днях обороны нашего города. Надо помнить. Просто потому что, забыв это, мы перестанем быть каким-то, может быть, перестанем быть, так сказать, единым народом, наверное. Потому что это, может быть, война осталась одним из немногих вещей, которые объединяют нас всех вместе. Вот, опять же, война объединила всех этих замечательных людей здесь для произведения какого-то субботника совместного времяпрепровождения. Продолжение следует... 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 Но в прошлом каком-то очень радужном. Настолько оно такое приятное, что даже длинная очередь, километровый дефицит вещей, все это такие приятные положительные воспоминания. И мне кажется, что функция музея, она стоит не в том, чтобы лакировать действительность, пусть даже ушедшая, а в том, чтобы ее препарировать и критически вскрывать. Голосуем! И так, решение принято! Данная, представленная на ваш суд вещь, достойна находиться в нашем новом музее утопической одежды. У меня состоялся какой-то разговор, что-то он мне в двух словах сказал, что происходит, ну, как-то так, очень сдержанно. А я ему сказала, что вот, ну, я ношу твою кофту. И все. И вот я эту кофту надела и так до конца войны и носила. Уважаемые жюри, согласны ли вы, чтобы эти представленные вам кофты вошли в наш новый музей утопической одежды? Чего-то большего, чем эти две замкнутые на себя частные истории, эти свитеры в себе не таят, не носят. Ну, мусорное ведро ведь тоже надо в чем-то выносить, я так думаю. Поэтому иногда они у себя дома вдруг, вдруг понадобятся. В зале возникло сомнение. Я прошу моего помощника сказать мне, достойна ли данная представленная одежда. Быть в нашем новом музее утопической одежды. Решение принято. Мы проголосовали. Да, вы проголосовали против. Ну, можно еще раз. Нет, спасибо. Здесь тем довольна, сколько зарабатываешь, столько и получаешь. За это я довольна. Поэтому без отдыха можем работать, зато столько и получаем. Но это будущее нашим детям будет. Художественное высказывание, которое здесь представлено у нас вообще в этом проекте, оно выглядит каким-то, во-первых, касается очень опасной темы, к которой нужно быть особенно чувствительным, очень внимательно к ней подходить. И с этой темой работает как-то странно. Мигрантская история представлена крайне непроблематично. Что у этого человека все хорошо. И более того, он даже благодарен. Не очень понятно, кому и за что. За то, что он здесь работает много. Он, может быть, себе должен быть благодарен, а не тем, кто его впустил и так далее. Мне странным кажется это послание, которое несет и это платье, получается. И утопия – это разрешение имеющихся противоречий, а не сглаживание этих противоречий в виде возвращения в такое пасторальное прошлое. И возвращение в традицию. То, что представлено здесь, это традиция, которая накладывается на вполне реальные противоречия. А утопия – это совсем другое. Поэтому, мне кажется, что в музее утопической одежды вот это платье как-то не очень будет логично смотреться. Скажите нам, пожалуйста, если эта невероятная одежда хорошая, чтобы быть в коллекции нашего музея? Решение принято! После той болотной площади уже не повторялось такого чувства, что именно мы делаем историю. Но мне кажется, что это был важный опыт, который позволил каждому из участников декабрьских протестов по-новому смотреть на себя и уважать себе человека и гражданина. Да, а это так и есть. Именно поэтому в музее от болотной той истории должна остаться такая вещь, а не, скажем, какой-нибудь закопченный бронежилет или прочие атрибуты недавнего украинских протестов. То есть, да, некий инфантилизм, какая-то анархическая утопия или что-то такое. И какой-то такой атмосфера экшена, да, она была. Именно поэтому от нее вот такая вот милая, цивильненькая такая штучка и может остаться. Голосуем! Благодарю, зал. Решение принято. Буквально там месяц или два назад мы с ним общались по телефону. И он спрашивает, ну как там, как настроение, как дела? Я говорю, ну какие тут вообще дела? Какое настроение? Тут война практически идет, тут уж непонятно, что будет. Тут как бы не настроение такое соответствующее. Он говорит, ну да, да, такая ситуация сложная. Но ведь они нас вынудили. Говорит, мы были должны так поступить, ты понимаешь? Это же, ну, они нас вынудили. Я говорю, ну пап, ну кто мог? Ну вынудил, ну что за бренд? Давай, я говорю, вообще не будем об этом говорить, потому что мы сейчас с тобой поругаемся опять. И зачем это нужно? Вот. А с одним моим приятелем я буквально из-за этого поругался. Мы с ним начали делать спектакль, там репетировали, все такое. Потом началась эта вся ерунда. И он очень странно как-то стал себя вести какие-то, начал там разговоры, какой-то повесил себе пост там в фейсбуке, что вот, либерал, вы не любите ни Путина, вы не любите Россию. Я ей говорю, ну хватит уж позориться, что за детский сад такой, так же нельзя. И потом он говорит, давай лучше будем репетировать, как бы нормально. Он говорит, нет, ты знаешь, у меня произошла переоценка ценностей. Встретимся после войны. Памятный моим ладоням песок как-то беля, не песок даже, а какие-то цветные камушки, среди которых и сердолик, и аметист. Лежу на берегу рою. Сергей Георгиевич Эфрон в первый же день знакомства отрыл и вручил мне генуэзскую сердоликовую бусу, которая и по сей день со мной. Правильно я вас поняла, Крым наш. Он был когда-то венцанский, турецкий, был российский, Екатерина Спотемкина. Ну а теперь, да пусть он будет всехный. Все пусть ездят, наслаждаются. Вот так. Все пройдет, все пройдет, все уляжется, ничего. Вы знаете, какие-то аргументы, которые здесь отвечают, они не работают для таких людей, как я. Я вот здесь стою в штанах, да, вполне себе реальные шаровары, одежда моих предков, украинских казаков. Моя семья сейчас в Харькове, в Украине. Я живу в петербуржальной разрыве, которая внутри меня. Наверное, поэтому я подсознательно сейчас стала носить одежду в черных и красных талях. Благодарю. Thank you. Пошли из этого театра! Наконец-то, наконец-то. Ну, входит. Attention, please put on your mask. Призываю порядок. Пошли из этого театра, please put on your mask. Добрый входе. Внимание, внимание. Пошли из этого театра. Пошли из этого театра. Наш музей должен быть открыт! Загрязнение от вас, чтобы вывести до критического уровня. Внимание, внимание. Просьба срочно покинуть помещение театра. Загрязнение от вас. Загрязнение от вас. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Друзья, большое спасибо! Здесь символический конец Добавил DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Третья говорю, что не конвенциал. Те же самые груди, как сегодня и сегодня. Вы можете посмотреть на какие-то вещи, какие-то вещи, какие-то скандалы, какие-то румяки, шип-стонки, ботинки? Ничего страшного. Но, как раз, шип-ширка? Да? Один. Первый год. Летоклинг галерий должен был посетителем финансового артиста, который, presumably, он алкоголик. Ах! 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 я знаю её! Не особее, но я dated её в Берлин. Я знаю, она может быть немного внукнотой со своей отважной-мальюсой-малькой. Она看不mbа от взрослого男цов или она будет летом. Ну и что такое, Поехали! Продолжение следует... 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 Я спросил, что происходит? Я чувствую, что девушка, Кайсор Айвов, из-за самой панели. Я видел эти экраны. Я думаю, что там может быть историей. И мы должны быть первыми, чтобы репортировать это. Да, точно. Я сказал тебе. Да, я не знаю, чтобы рассказать мне эти вещи. Итак, пишите мне историю о том, что Татлинг Галери будет привести к Москве анти-religious проект который будет уничтожить религиозные чувства, и будет действовать в религии религиозных религиозных. Прямо с этим, как из-за исследовательского журнала, и это должно быть в основном основном. Это анти-religious религиозных 먹고е Que они не могут включить отношения mehr в оцерковные回лы выяснения. Что вы думаете? Они любят забирать анти-relig 주세요? BECAUSE Продолжение следует... 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 Но я не знаю, никто не дредит меня или моих коллег, но это может произойти. Окей, подожди. Спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Good morning. I am Anton Goncharov, head of the Letatlyan art gallery in Moscow. Letatlyan is one of the leading Russian institutions promoting contemporary art. Usually we don't make public comments about our curatorial policy. This matter is normally discussed among professionals, artists, experts and critics. But today is time to make an exception and to explain what we do and what we don't do publicly. For 12 years of our exhibitional and educational activities, the gallery has become a newsmaker and, of course, we enjoy media attention. But recently the gallery has been spotlighted by social media on the grounds which have nothing in common with art. I mean the campaign, which targets a famous Finnish contemporary artist, Kaisa Raivoa, whose exhibition we plan to launch in May. During last month, Miss Raivoa has been accused of various sins. These allegations are both false and anonymous. Those who waged this digital war used lies and manipulations. Thousands of people were exposed to misinformation. They have started to lose touch with what is true and what is not true. Obviously, the target of that despicable campaign was not Miss Raivoa's prior life, but her artistic views and her upcoming exhibitions. We are fully committed to the idea of freedom of expression. The freedom of expression which is guaranteed by 29th article of the Constitution of Russian Federation. We respect other views. The views that different from ours and our partners and collaborates. Art might be provoked. In fact, it should question limits and stereotypes. But we also do understand that there are extremely delicate and sensitive issues. Letatkan Gallery will not exhibit any of rivals very dedicated to religion. That is so not because we want to self-censor the artist or ourselves. No. That's because of the very fact these works never existed. Anyone who claims the opposite is a liar and we are ready to prove it in a court. Thank you and stay tuned. Kaiser Ivo's exhibition is going to be opened as it was planned on May the 5th. It seems that you are too busy to take my call, but what the hell is going on? A friend of mine translated your video and it seems that you should have given your unconditional support to me and my work. And now you get some explanation. Or then you should have just ignored all this media hype. This video is terrible. Why did you do that? I think I will have to reconsider our cooperation. I will inform you in another day as well. Good evening. This is Moscow Never Sleeps FM and our weekly program Media Matters. Here we discuss all the news and events from the world of mass media. Everything popular and hot. Scandals and revelations. Our guest tonight is Ksenia Volkova, editor-in-chief of the Moscow Telegraph Online. Hello, Ksenia. Good evening. Yesterday, your publication ran a story about the contents of the upcoming exhibition in the Letahtlan Gallery. Moscow Telegraph claims that controversial Finnish artist Kaisa Raivo, who is famous for her exotic and subversive views, will present a series of works that will deliberately offend Russian Orthodox Church and, in a wider sense, religious values in general. Gallery, in its official statement, denies that. I assume that this statement only proves the anti-religious project, in fact, did exist. But after our publication, the gallery decided to refrain from exhibiting it. The gallery's statement doesn't demonstrate we used fake evidence. Not at all. It only proves how important media vigilance is. Media is stronger than ever, and public control should prevail on the decisions of individual artists and cultural managers as well. What we did, and how the article is perceived, is real independence of press, and that is real freedom of expression. It's not about blasphemy and the liberty to abuse people's spiritual beliefs. It's about freedom of access to objective information. It's about freedom of expression. It's about freedom of expression. I feel like it's not a bit emotional throughout our life. Я не считаю это конверситет. Я не считаю это конверситет. Это более как монолол. Мой ответ. Акцент. Я... Я... Я понимаю ситуацию твоего. Нет, ты не. Хорошо. Хорошо. Я не хочу предупредить. Прог輕 oед. Я не думаюividade. Вы в отрезаете. Я не буду ученщиков. Я неma complications. Но, как раз, это не нужно. И своими докием чтоotes поверен с вами. А если dismantle쪽. Но. Кость. Я Belarus. Но вы знаете, что я не хочу заканчивать субтитры. В этом я просто покажу свою победу. Хорошо, давайте не заканчивать. Да. Давайте. Но у меня есть один вопрос. Что? Ничего страшного. Слушай, просто скажи мне странно. Что? Я не думаю, что я не хочу работать субтитры. Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, кто работает. И все они будут говорить о медиа-манипуляции и фейтинге. Что ты говоришь? Хорошо. Вы знаете, это будет хорошо. Я не знаю, что это будет лучше. Это будет лучше. Хорошо. 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 Смотри, у меня тоже есть условия для вас. В самом деле тоже. Они могут звучать необычные, но они необходимы. Хорошо. Ух. Я не могу представить, что я бы сказал это для никого, особенно для вас. Хорошо. Итак, первое. Когда вы приходите в Москву, вы просто не коммените на каких-то религиозных проблемах. Хорошо. Даже если это ваша собственная депута, то есть что-то такое. Не говори. Хорошо. 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 Что-то не говори. Хорошо. Хорошо. В частности. Хорошо. Хорошо. Не брюк публики, когда вы в Москве. Окей, это трудно. Окей, я попробую. Хорошо, хорошо. Удачи! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok